Мы живем в поистину удивительное время стремительного развития технологии, техники, да и науки в общем. По сравнению с нашими предками в средневековье или дальше, мы воистину общество изобилия и счастья, если учитывать хотя бы тот комфорт, который на данный момент наступен миллиардам людей. Но все же у всего есть свои границы, и одной из таких границ мировой науки является тема клонирования любого живого существа, животного или человека. Многие видят в подобном опасность для человечества, мол, нельзя играть в Бога и создавать новую жизнь неестественным способом. Кто-то же видит в клонировании решение множества проблем человечества, да и нашей планеты в общем. И о том, как именно клонирование может решить эти проблемы, и что было бы, если бы клонирование разрешили на законодательном уровне, я и хочу рассказать в этом видео. Добро пожаловать на History Show. Меня все еще зовут Семен, и я не клон. Хотя, наверное, все клоны так думают. Ну да ладно, поехали! Немного о клонировании. Уже по традиции рубрики этого канала расскажу-ка я вам для начала немного о самом термине клонирование. Как он появился, попытаясь доступно объяснить, как этот процесс происходит и так далее. Сам термин родом с английского языка, что и неудивительно. Сейчас практически все научные термины либо родом с латыни и греческого, либо же с английского. Первоначально словом клон называли различные веточки и побеги деревьев и растений, которые сажали в землю и получали из них отдельное дерево или же растение. Такие растения были точной копией своего оригинала. Ну и название прижилось. А потом, как говорится, пошло-поехало. Потом термин перешел в сферу науки. Изначально ученые учились клонировать отдельные клетки. В основном такие полезные стволовые клетки путем переноса их ядра в новую клетку без ядра, где бы ядро могло развиваться, так сказать, клонироваться. По крайней мере, я это понял именно так. Именно подобный метод используют для того, чтобы клонировать животных. По крайней мере, в научных целях, там, где не запрещено. А так, кто его знает, возможно, существуют целые подпольные фермы, где с одного животного получают целое стадо его клонов. Но это так, небольшой автоп, так сказать. Также есть так называемое молекулярное клонирование, которое позволяет клонировать ДНК или его часть, а также отдельные гены. ДНК вводят в специальную питательную смесь, где она многократно увеличивается в своем количестве, где каждая новая ДНК – стопроцентная копия оригинала. Потом такое ДНК можно использовать в научных и практических целях, типа клонирования кожи или даже изменения генома. Вехой исследований этих типов клонирования стало многоклеточное клонирование, про которое мы знаем из множества фильмов. По сути, многоклеточное клонирование – это как раз то, что мы представляем при слове «клон» – полная копия человека или животного, созданная из ДНК. Самому оригиналу не нужно быть живым, нужно взять всего лишь его ДНК, что открывает огромные возможности в куче различных сфер жизни, о чем я расскажу чуть позже. Есть репродуктивное клонирование, когда делается копия всего человека или животного – полноценный клон. А есть и частичное клонирование, когда создается только часть тела, типа руки или внутренних органов. На данный момент запрещено клонирование человека, а также животных из-за сложности этической стороны вопроса. Отдельно тут стоит Корея, в которой разрешено клонировать собак. Да уж, шутки моей юности про то, как в Корее любят есть собак, походу оказались совершенно не шутками. Ну все, в принципе, краткий ликбез относительно клонирования закончился. Теперь к теме ролика. Что случилось бы, если бы клонирование человека и животного разрешили? Но перед этим хотел бы сделать одно уточнение. Во время обсуждения клонирования не очень часто поднимается вопрос о сознании клонов. Ну, то есть, это будет реально человек со своим сознанием и памятью оригинала, то есть, по сути, полноценная личность, или же просто физическая копия. Такой себе биоробот с рефлексами, инстинктами и навыками оригинал, но без сознания и полноценной личности. Почему это так важно, станет ясно по ходу ролика. Я же просто обозначаю, что если будет разрешено клонирование, то будет разрешены, так сказать, оба типа клонирования. И человек как личность, и человек как биоробот, без сознания. А сейчас хватит предисловий, погнали к основной теме ролика. Конец голода экоактивисты ликуют. В качестве разминки предлагаю начать с клонирования не человека, а животных. В принципе, первое, что сразу пришло и мне, и уверен вам в голову, это то, что можно клонировать какую-нибудь там буренку, или свинью глашу, или курицу коко, ну, и так далее по спискам. И пустить ее на мясо, оставляя саму буренку или глашу в живых. Это бы убило сразу несколько зайцев. Во-первых, при условии, что технология клонирования была бы доведена до ума и не требовала бы огромных затрат, подобный поворот позволил бы быстро решить проблему с общемировым голодом в странах Африки, Азии, Южной Америки и некоторых стран Европы. А что, ведь все так просто. Взяли ДНК нескольких животных, прилетели в какую-то страну, развернули там лабораторию по клонированию и пошло-поехало. В течение нескольких недель можно было бы обеспечить какой-то бедный регион мясом на недели вперед или даже месяцы. Подобное очень благотворно сказалось бы на общем благосостоянии мира, в основном в положительном ключе. Во-вторых, многие экоактивисты были бы довольны тому, что миллионы животных перестали бы держать в условиях, которые часто похожи на концлагерь, с целью в дальнейшем пустить их на мясо. Ведь, как сказал один известный публицист и историк Юван Ной Харари, когда-нибудь наше обращение с животными будет признано одним из самых тяжелых преступлений человечества за всю его историю. И зная о некоторых порядках, которые царят на животном фермах, с этим легко согласиться. И легализация клонирования животных могла бы раз и навсегда решить эту проблему. Правда, возникла бы проблема того, куда девать всех нынешних животных на фермах. И не факт, что этот вопрос бы решался, так сказать, гуманно по отношению к животным. Но тут уже пусть экоактивисты разбираются. А что касается клонированных животных, после завершения процесса клонирования их бы сразу пускали на мясо, не приводя их в чувства и не заставляя испытывать страх или боль. Что тоже, согласитесь, звучит гуманно. Ну и в-третьих, подобное клонирование могло бы оживить давно вымершие виды. Как и что-то типа динозавров, так и те виды животных, которые были истреблены человеком. Последнее позволило бы вернуть должок природе за то, что человек своими руками истребил множество ее творений. Парки разных периодов. Если мы уже и заговорили о клонировании давно вымерших видов, то не упомянуть о фильме «Парк юрского периода» ну нельзя совершенно. Ведь там именно благодаря технологии клонирования были воссозданы множество динозавров, которых и изучали, и использовали в качестве развлечения для туристов. Ну и, соответственно, заработка. Понятное дело, что разреши клонирование, в реальном мире такие парки стали бы обыденностью. Хочешь увидеть тираннозавра Рекса или Трицератопса? Без проблем. Хочешь увидеть мамонтов или саблезубых тигров? Тоже без проблем. А хочешь увидеть огромных, более трех метров в высоту, страусов, эпиорнисов, которые жили на Мадагаскаре и были уничтожены там в середине 17 века? Тоже без проблем. На, смотри. Такие парки использовались бы и для развлечений, и, конечно же, для научных исследований. Можно было бы даже возродить целые виды умерших животных, чтобы пустить их снова жить на матушке-земле. Но было бы это в тему, тот еще вопрос. Ведь их появление смогло бы разрушить сложившиеся в природе баланс и привести к непредвиденным обстоятельствам. Я думаю, вряд ли бы вам понравилось, если бы вы шли по улице и навстречу вам бы летел птеродактиль. Про тиранозавра я вообще молчу. Когда эта жизнь не единственная. Тут я подошел к теме, которая объединяет клонирование животных и людей, которая позволит перейти к клонированию конкретно человека. И которая поднимает, наверное, самую животрепещущую тему для всех сторонников клонирования. Воссоздание умерших близких. Не важно, человек это или животное. Наверняка большинство зрителей или же у всех из них случались в жизни трагедии, когда приходилось терять своих близких, даже если этот близкий – любимая кошка или собака. И это никогда не было легко. А теперь представьте, что было бы, если бы можно было клонировать умершего человека или животное. Воскресить его обратно к жизни, по сути, даровав ему некий аналог бессмертия. Честно говоря, это очень сложная тема для рассуждения. Ведь кто-то бы решил воспользоваться этой технологией, чтобы воскресить любимца семьи или же родного человека. Кто-то бы, наоборот, считал бы, что не нужно тревожить мертвых. Если кто-то умер, то пусть это будет навсегда. Отдельно бы стояла тема воскрешения различных великих людей или даже легендарных пророков. Но только представьте, что была бы возможность воскресить Христа, пророка Мухаммеда, Будду, Сократа, Заратустру, других великих мыслителей древности или ученых и политиков, уже мертвых на данный момент. Уверен, что кто-то из зрителей стопудово подумал за то, что было бы неплохо таким образом воскресить Сталина или какого-нибудь другого деятеля. Ставь лайк и пиши в комментариях, если про это подумал. Ставь просто лайк, если раньше за это не думал, а теперь задумывался. Но, в общем, как то ни крути, был бы велик соблазн воскресить многих великих людей прошлого и воспользоваться их навыками, опытом и знаниями. Как-то так. Фабрика доноров Как я уже говорил, есть клонирование полное, а есть частичное, когда, что логично, клонируют только часть тела оригинала. И думаю, выходя из названия пункта, вы понимаете, о чем речь. Ведь в данный момент тысячи людей в мире нуждаются в пересадке органа или органов и стоят в очереди на донорские органы. Очередь, которая может длиться годы, и не каждый доживает до того момента, когда появляется возможность получить этот самый донорский орган. И частичное клонирование позволило бы полностью решить этот вопрос раз и навсегда. Вполне возможно, получило бы распространение практика, что у каждого человека, по крайней мере в развитых странах, было бы тело-дубликат. Именно тело, а не полноценная копия сознания, о чем я отдельно говорил ранее. И это тело-дубликат служил бы такой себе гарантией того, что случись, что с человеком пострадавший не остался бы без донорского органа, части тела и кожи, как в случаях с ожогом. И у каждого человека было бы минимум одно такое тело-дубликат, а у богатых несколько, целая, так сказать, россыпь. Представьте, как бы тогда изменилась жизнь для миллионов людей, если даже не для всех. Пускай клон это сделает. Опять-таки, возвращаясь к теме того, что можно делать клонов людей, как их полноценную копию, то есть ту, которая обладает сознанием, а можно и делать таких себе биороботов, которые обладают навыками и оригинал, но при этом не обладают сознанием. Такие себе зомби, только не гниющие все в этом стиле. Зачем такое нужно? Ну, тут все просто. Как минимум, можно будет отправлять таких клонов на опасные для жизни и здоровья работы. Сделал такую копию шахтера и отправил ее в шахту работать, а сам шахтер в безопасности. И в идеале так и продолжает получать зпшку, ведь именно его клонировали, а значит, в какой-то мере и он делает работу и приносит прибыль. Подобное можно было бы провернуть и с военными. Сделал копию военного, отправили его в бой. Вернется хорош, не вернется ничего страшного. Такая копия права не качает, ведь он биоробот. Корми и давай кое-какое место для ночлега, типа капсулы для космонавтов и норм. А потом подобный подход мог бы получить огромное распространение, как в промышленности и науке, так и в спорте. В промышленности на опасные работы посылали бы клонов. В науке на них же бы сразу трестировали, например, новые лекарства или технические приблуды. А про сферу развлечений я вообще молчу. Ну, например, клонировать бы какого-нибудь Конора Макгрегора и заставили бы две его бездумные копии сражаться друг против друга. Можно было бы вообще большинство людей на работах, которые не требуют мыслительного труда, заменить клонами. Но тогда возникает вопрос огромного перенаселения, так что это маловероятно. Но, в общем, уверен, мысли вы все уловили. Если есть желание, напиши в комментах, что ты думаешь и про клонирование, и кого бы лично ты клонировал из известных людей в первую очередь. А пока ты пишешь, советую тебе глянуть интересное видео, что будет с миром, если его весь посадить на карантин на 10 лет. И увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч. Пока, господа. Не, ну я же не клон. Нет, он точно не клон. Хе-хе. Хе-хе.